Привет всем! Сегодня я хочу поблагодарить Алексея, Михаила, Кирилла, Руслана, Ростислава, неважно кого и Андрея. Спасибо за то, что поддерживаете канал. А сейчас давайте перейдем к книге. Книга 21. Вынос мозга. Как маркетологи манипулируют нами и убеждают покупать их товары. Автор Мартин Линстром. Глава 1. Покупай, детка, покупай. Большинство наших предпочтений в сфере брендов и товаров укореняются в нас к 7 годам. Потому что даже в утробе матери ребенок может слышать ее голос или музыку, играющую где-то неподалеку. Эта музыка оставляет у ребенка такие впечатления, под воздействием которых у него формируется вкус в зрелом возрасте. Но этим могут пользоваться и различные бренды. Они проигрывают ролики с рекламными мелодиями и песенками, которые укореняются в ребенке. А в более позднем возрасте они будут ассоциироваться с различными торговыми марками. Провели эксперимент. Новорожденным включали музыку, которую их мамы часто слушали по телевизору во время беременности. При этом дети успокаивались и переставали плакать, так как они попадали в привычную обстановку. На другие мелодии подобной реакции не было. Маркетологи, узнав об этом, начали экспериментировать с незаметным воздействием запахов и звуков в универмагах. Они добавляли различные ароматы и включали успокаивающую музыку. И в итоге, когда женщины уже родили, 60% из них уверяли, что их дети начинали удивительным образом успокаиваться именно в этих универмагах, хотя за их пределами они плакали и кричали. В результате целое новое поколение потребителей испытывало неосознанное влечение к торговым центрам данной сети. Пока вы обдумываете полученную информацию, я хотел бы представить вам канал Антидот. Нам всегда говорили, что добро побеждает зло, но это не так. Жизнь показывает, что всегда знание побеждает незнание. Если ты хочешь побеждать, то на канале Антидот вышла серия выпусков 25 законов биохакинга. Ссылка на канал в описании под роликом. Зашли? Заценили? Тогда продолжим. То, что женщина потребляет во время беременности, также отражается на развитии плода и влияет на взрослые привычки будущего ребенка. Если женщина курит, то их дети, вероятно, тоже начнут курить к 22 годам. А если они едят бургеры или жирную пищу, то их дети будут склонны к перееданию. На Филиппинах этим воспользовалась компания по изготовлению конфет. Продавцы снабжали акушеров конфетами своей марки, чтобы те раздавали их беременным и роженицам в родильных отделениях. Вскоре компания выпустила свое кофе со вкусом карамелек, и оно стало очень популярно среди детей. И если женщины давали конфеты или кофе с их вкусом плачущему ребенку, то он сразу успокаивался. Также дети, часто пользующиеся какими-либо брендами в детстве, сохраняют им верность на протяжении многих лет, особенно если бренд персонализирован. Например, Микки Маус представляет Дисней. К первому классу ребенок может назвать около 200 названий торговых марок. У них уже в этом возрасте начинают формироваться предпочтения, и они выпрашивают у родителей продукты определенного бренда, которых, по их мнению, намного лучше, чем аналогичные без логотипа. По статистике, около 75% спонтанных покупок объясняются настойчивыми просьбами детей. Некоторые маркетологи маскируют рекламу под развлечения. Например, производители пищевых продуктов создают развлекательные игры и приложения для мобильных телефонов, где персонажу нужно собрать определенное количество рекламируемого товара. Другие выпускают фирменные комиксы, где персонажами являются их продукты. Так бренд начинает ассоциироваться с чем-то веселым и интересным. Бренды уже давно поняли, что чтобы получить нового клиента в будущем, нужно с раннего детства оказаться в умах детей. Так Джилетт обнаружила, что стоит мальчику дважды попробовать их бритву, то с вероятностью 92% он будет пользоваться ей в зрелом возрасте. Поэтому они стали бесплатно рассылать свои бритвы молодым людям, отмечающим совершеннолетие. Но не только маркетологи влияют на детей, но и сами родители. Если мать каждый раз покупает один и тот же сок, то вероятный ребенок будет в дальнейшем его покупать. Так рождаются предпочтения на всю жизнь. Глава 2. Лучшие продавцы – это паника и паранойя. Люди, сталкивающиеся с какой-либо болезнью или вирусом, готовы отдать любые деньги, чтобы исцелиться как можно быстрее. И для некоторых компаний и продавцов – это золотая жила. Такие компании акцентируют внимание на предотвращение заболевания и потому антибактериальные средства продают в таких огромных объемах. Тот же гель для рук в США можно встретить абсолютно в любом месте. И даже несмотря на то, что такие болезни, как птичий или свиной грипп, передаются воздушно-капельным путем, продажа дезинфицирующих средств увеличивается огромными шагами. Потому что эти компании пытаются убедить каждого, что только их продукт поможет избавиться от смертельной болезни. Хотя чистота рук от этого нисколько не спасет. Другие компании в пик свиного гриппа стали упускать DVD с инструкциями, как от него защититься, а также различные ионизаторы воздуха и якобы сверхнадежные респираторы. Но большинство из этих продуктов дают людям лишь иллюзию защищенности и безопасности. Но человек готов поверить во все, что угодно, лишь бы защитить себя от какой-либо опасности. А производители пищевых продуктов начали упускать новый вариант хлопьев, который якобы укрепляет иммунную систему организма. Хотя это совершенно не так. То есть каждая компания пытается по максимуму излечь выгоду из горя и паники других людей. Компании играют на любых наших страхах. Страх стоматологов, страх ужасного будущего, страх неудачи. Поэтому люди покупают абонементы в тренажерный зал, боясь растолстеть и стать непривлекательным. Бутилированную воду, потому что боятся, что вода из-под крана опасна. И велосипедные замки и систему сигнализации, так как боятся, что их имущество украдут. Наиболее уязвимыми становятся молодые мамочки, у которых появился первый ребенок. Так как они боятся, что с ним что-то случится, поэтому они покупают мягкие уголки, замки для дверей, мази, автомобильные кресла и множество других товаров. Голова 3. Когда покупаешь и не можешь остановиться И есть люди, у которых существует навязчивое стремление покупать бренды. Кто-то не может начать свой день без чашки Starbucks, кто-то стоит несколько дней в очереди за новым айфоном, а кто-то скупает всю продукцию любимого им бренда, залезая в долги. Это происходит, потому что компании используют действующие на подсознание эмоциональные или психологические стимулы. Одни делают так, чтобы их продукты вызывали физическую зависимость. Другие делают свою рекламу настолько соблазняющей, что невольно хочется купить их продукт. Например, табачные изделия изготавливают продукт, вызывающий химическую зависимость. А производители чипсов используют такие ингредиенты, что люди не в силах остановиться, пока не съедят всю пачку. Sony PlayStation же показывают рекламу своей приставки и игр настолько впечатляющей, что сразу хочется ее взять. Зависимость происходит в два этапа. Во-первых, мы просто используем какие-либо товары, как часть своих повседневных привычек и ритуалов. Чистим зубы, моемся мылом или шампунем, пьем кофе, а затем заменяем эти товары, когда они заканчиваются. Во-вторых, это стадия мечты. Это когда мы покупаем товары не потому, что в них нуждаемся, а просто потому, что хотим заполучить их. И это обычно происходит в какие-либо праздники или распродажи. И как раз в этот момент и может возникнуть привязанность к бренду. Например, на новогодние праздники, когда у вас хорошее настроение, вы можете решить купить новый напиток. И позже вы неосознанно свяжете приятные воспоминания и позитивные эмоции со вкусом нового напитка. А потому, когда мы захотим вновь ощутить те же эмоции, мы вводим этот напиток или другой товар в нашу повседневную жизнь. И с этого дня нам будет трудно от этого избавиться. Вот почему множество торговых марок напитков размещается на летних музыкальных фестивалях и концертах. Каждый из нас иногда испытывает вожделение к чему-либо. Например, к холодному пиву после работы или к шоколадке после спортзала. Вожделение возникает из-за определенных физических и эмоциональных стимулов окружающей нас обстановки. Поэтому компании включают в рекламу и размещают на упаковках своих товаров, ориентированные на подсознание сигналы, которые активируют стимулы, находящиеся вне нашего понимания. В компании Coca-Cola руководство отдела маркетинга обсуждает, сколько пузырьков нужно изобразить на рекламных плакатах и фирменных холодильниках, чтобы заставить нас думать о прохладном, освежающем ощущении и способных спровоцировать жажду. Или насколько банка должна быть покрыта капельками влаги. Также важную роль играет звук открывающейся банки или шипение напитка, когда его наливают в стакан. И когда люди слышат, как открывает их любимый напиток, этот звук активирует центр вожделения в их мозге. Поэтому если компания хочет вызвать вожделение к своей торговой марке, ей нужно заполучить символ, который будет ассоциироваться с их брендом. И никаким больше. Производители шоколадных конфет, печенья, различных энергетиков и других калорийных продуктов нашпиговывают их необходимыми дозами вызывающих привыкание веществ, такими как глутамат натрия, кофеин, кукурузный сироп и сахар. Например, 200-граммовая баночка энергетика содержит примерно 5 чайных ложек сахара и 80 мг кофеина. А как нам известно, сахар стимулирует выброс дофамина, поэтому мы хотим снова и снова пить этот напиток. Ну а кофеин активирует центры удовольствия в мозге и обеспечивает выброс адреналина. При этом мы чувствуем себя бодрыми и веселыми. Но когда действие проходит, мы чувствуем себя уставшими и подавленными. К тому же у нас начинает болеть голова. Это происходит, потому что кофеин сужает сосуды головного мозга. И нам снова требуется кофе, чтобы вновь восстановить наш уровень адреналина. Также выяснили, что воздействие на мозг высококалорийных с большим содержанием жиров продуктов почти идентично воздействию наркотиков. И с каждым разом человеку нужно все больше жирных продуктов, чтобы почувствовать столь сильное удовольствие, как и раньше. Но не только пищевые продукты вызывают привыкание, но и, например, гигиенические помады. Главная причина того, что люди привыкают к ним, это содержание в них ментола. Но не только ментол может содержаться в помадах, но и фенол, который может сушить губы, препятствуя естественной способности клеток кожи производить свой собственный увлажнитель. И получается так, что чем больше мы пользуемся помадой, тем чаще мы в ней нуждаемся. Ментол, добавленный в сигареты, также увеличивает риск привыкания, и делает их более привлекательными для подростков. Из всего этого можно сделать вывод, что производители намеренно делают свои продукты так, чтобы они вызывали привыкание и вожделение. Глава 4. Купи и будет тебе секс. Если реклама имеет сексуальный подтекст, она не так быстро забывается. Когда женщины смотрят на сексуальную даму в нижнем белье, у них есть возможность представить себя столь же привлекательными и сексуальными. У мужчин происходит то же самое. Этим воспользовалась компания Акс, в рекламе которой любой ботаник, использующий их продукт, мог стать сексуальным мужчиной, которому липнут все женщины. Многие компании пытаются вставить свою рекламу эротический подтекст. Например, реклама двойной сосиски в тесте может выглядеть так. Название продукта и его форма также влияет на продажи. Для мужчин обычно придумывают агрессивные названия. Например, каму, что означает камуфляж, или эрейзер, уничтожитель. А флакон для духов можно сделать в виде гранаты. Все это предназначено для того, чтобы мужчина чувствовал себя сильным и мужественным. Глава пятая. Смотри на меня. Делай, как я. Обычно люди оценивают действия окружающих и меняют свои собственные поступки и поведение. Мы неосознанно равняемся на поведение других, чтобы принимать решения относительно всего. Начиная от музыки, которую мы слушаем, заканчивая машиной, на которой мы будем ездить. Провели эксперимент. Пригласили одного из лучших музыкантов мира, чтобы он сыграл на скрипке Страдивари стоимостью 3,5 миллиона долларов на станции метро. Большинство людей прошло мимо, принимая данного человека еще за одного попрошайку. Но на самом деле это результат коллективного сознания. Почти никто не остановился, потому что один пассажир, торопясь или не разбираясь в музыке, прошел мимо играющего. Следующий подумал, что раз первый не остановился, то здесь смотреть не на что. И так подумала вся толпа. Всем маркетологам известно явление, что люди хотят того, чего хотят другие люди. И с самого начала они создают иллюзию того, что товар раскупается так быстро, что компания не успевает поставлять продукцию в магазины. Хотя они специально снижают производство, чтобы создать ощущение дефицита. Но если продукты вправду быстро раскупаются, то на него начинают увеличивать цену, чтобы получить большую выгоду. И покупатели готовы платить гораздо больше, чем товар стоит на самом деле. В настоящее время, прежде чем что-то купить, люди читают от 4 до 7 отзывов в интернете. И хоть каждый и понимает, что 25% отзывов оставлены маркетологами или специально нанятыми людьми, мы сознательно игнорируем это и все равно доверяемся им. Или магазины сами создают специальный раздел, в который помещают все самые популярные товары, которые покупает множество людей, вклинивая туда несколько товаров, за размещение которых им заплатили. Другие люди покупают себе брендовые дорогие вещи или машины, так как думают, что тем самым они смогут купить себе популярность и признание. Подростки же считают, что их любимые бренды помогают им чувствовать себя современными, уверенными в себе и сексуальными. И им все равно, соответствуют ли это действительности или нет. Таким образом, чем ниже у человека самооценка, тем сильнее его зависимость от брендов. И чем дороже бренд, тем больше человек хочет приобрести именно его. Поэтому Apple не стесняется продавать свои смартфоны по таким бешеным ценам. Глава шестая. Эти сладкие воспоминания. Многие из нас уверены, что трава раньше была зеленее, а пломбир вкуснее. Дом, в котором мы выросли, кажется нам лучше, чем все остальные. А оригинальная версия фильма или игры намного лучше, чем его продолжение. Все это называется ностальгией. Ностальгия – это один из самых мощных тайных манипуляторов. И она используется всеми возможными способами, чтобы брендировать наше сознание. Вот почему Disney начинает переиздавать все свои мультфильмы в виде фильмов и зарабатывает на этом миллиарды долларов. Появилась теория, что у большинства людей есть психологический возраст. И у большинства он не более 30 лет. Компании и маркетологи пользуются этим, продавая спортивные машины Феррари, которые называют средством передвижения для кризиса средних лет. А также переиздают старые игровые приставки, такие как PlayStation Classic. Все это помогает покупающему это человеку вновь почувствовать себя на столько лет, насколько мы себя чувствуем. В магазинах для лиц старшего возраста обычно включают музыку их времени, что обеспечивает покупателям приличную дозу ностальгии и приятное ощущение чего-то знакомого и близкого. Сейчас можно заметить, что некоторую рекламу делают неидеальной. Например, гамбургер может быть изображен съехавшей на бок булкой. Томаты же могут продавать прямо со стеблем и листьями. А модели могут быть с естественной внешностью, а не как куклы. Это делается, потому что совершенство заставляет потребителей насторожиться. Гамбургер идеальной формы вызывает у нас чувство чего-то искусственного и ненастоящего. То же самое и с безупречными моделями. Поэтому нам так и нравится YouTube, что здесь никто не безупречен и каждый воспринимается как отдельная личность. Глава 7. Короли маркетинга. В любом возрасте у человека может быть кумир, на которого он равняется и прислушивается к его советам. Например, в детстве дети боготворят различных супергероев или персонажей игр. К 8-9 годам мальчиков привлекают живые личности, такие как звезды футбола или, например, голливудские звезды. Вот почему знаменитости порой рекламируют товары для мальчиков. На фотосессиях звезды могут стоять с каким-либо товаром, продажи которого сразу взлетают. Или могут быть одеты в специально сшитый для них наряд, рекламируя тем самым ту или иную компанию. Да даже случайное фото может сделать продажи. Например, Викторию Бэхэм засняли на камеру при покупке книги. И как только фото попало в глянцевые журналы, продажи книги достигли 37 тысяч экземпляров. И она сразу попала в бестселлеры Нью-Йорк Таймс. Глава 8. Надежда во флаконах. Помните, в ВК каждый день массово продавали ягоды Годжи, сок из которых, якобы, мог помочь от всех болезней. Их массово приобретали, хотя на самом деле нет никаких научных подтверждений того, что ягода Годжи оказывает какое-либо воздействие. Люди покупают, потому что маркетологи создают ассоциацию чего-то экзотического со своим товаром. Они подчеркивают, что ягоды имеют дальневосточное происхождение, изображая на этикетках заснеженные горы, что символизирует чистоту, умиротворенность и безмятежность. И вскоре наш мозг начинает приписывать продукту всяческие духовные и лечебные свойства, чего и добиваются маркетологи. А производители очень многих продуктов фармацевтики нагло обманывают нас. Большинство кремов для лица, обещающих предотвратить старение, не оказывает почти никакого эффекта. Компания, производящая продукт Vitaset, утверждала, что в их продукте содержится компонент, понижающий уровень стресса, который добывают из водорослей. Но на самом деле, как позже выяснилось, продукт не содержал ни водорослей, ни других аминокислот из морепродуктов. А многие другие лекарства – это всего-навсего пустышки, которые не содержат вообще ничего. А их продажи идут только за счет маркетинга. Так что прежде чем что-то покупать, сперва почитайте об отзывах и научных испытаниях того или иного продукта. Глава 9. Они слышат каждый наш вздох. Сейчас маркетологи отслеживают каждый ваш шаг. Посмотрели какую-либо книгу в интернет-магазине, но так и не решились ее купить? Поверьте, с помощью контекстной рекламы и писем на ваш почтовый адрес вам об этом напомнят, и не один раз. Сайты отслеживают, на каких сайтах вы были раньше и с какого вы перешли на них. Социальные сети сканируют ваши профили, ищут ваши предпочтения и предлагают товары, которые вам должны понравиться. А банки отслеживают, где и что вы покупали с помощью их карты. Замечали, кстати, что интернет-магазины иногда отправляют вам купоны или бонусные баллы на скидку в их магазине? Так они тоже отслеживают, какие люди готовы у них покупать за 10% скидку, а какие только за 20%. Компании также анализируют, какие продукты человек покупает один за другим. Например, выяснили, что приобретающий куклу Барби, весьма вероятно, приобретет один из трех видов шоколадных батончиков. Это нужно знать, чтобы поставить эти два продукта рядом друг с другом. Поэтому нам порой кажется, что товары стоят в разнобой, но так они привлекают потребителей из одной целевой группы. Корзины в некоторых магазинах специально делают большими, потому что, как показывают исследования, люди вероятнее заполняют ее до краев. Популярные товары стараются разместить чуть дальше, потому что чем дольше мы до них идем, тем большему влиянию товаров подвержены, и тем сильнее соблазн купить их. Но со временем люди привыкают, и несмотря по сторонам, идут напрямик к нужному им товару. Но и об этом маркетологи осведомлены. Поэтому раз в месяц они меняют расположение продуктов, чтобы нам было труднее найти то, что мы ищем. В результате мы опять покупаем больше продуктов, чем хотели. Также в магазинах порой включают медленную музыку, что заставляет нас двигаться медленнее. А чем дольше мы остаемся в магазине, тем выше вероятность, что мы чего-то купим. А в ресторан ставят наоборот более быструю музыку, чтобы ускорить ритм пережевывания пищи. Таким образом ресторан сможет обслужить больше клиентов. Постепенно ценники в магазинах меняются на электронные. Это делается для того, чтобы можно было быстро поменять цену. Например, универмаги отслеживают, в какие дни или в какое время люди готовы платить большую цену за продукт. Например, поздно вечером возвращаясь домой, человек в 95% случаев купит товар в магазине по дороге, даже если он будет стоить дороже, чем раньше. Скоро цены на товары будут так же варьироваться каждый час, как и цены на бирже. Ну а видео на этом подошло к концу. Подписывайся на канал, ставь лайк, нажимай на колокольчик и оставляй любой комментарий. А я пошел делать новую книгу. Субтитры сделал DimaTorzok